МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сумленное и справедливое ставление до людей – задача улажда, на всех узровнях. Об этом нагадала керавник администрации президента Беларуси Наталья Качанова сегодня на семинаре региональные кадры как стратегический резерв вертикали керавника державы. У встречи приняли удел керавники, включенные в специальную группу резерву администрации президента. У программе семинару так само практичные занятки у Академии керавания при президенте с уделом керавников республиканских и мясовых органов державы керавания. У ближайший час у каждом районе Гомельской области створать комиссии, специалисты яких будут садзеничать громадянам у працы у латкованни. Им ответена ключевая роль у выполнения норм декрета номер один. У ответственности с документом, працездольные непрацующие громадяне не будут уплачивать сбор на финансование держ-расходов. Разом с тым с першого стоденей они станут погашать кошт послуг, яке субсидируются державой у полным объеме. Базу незанятых у экономицы людей сформируют селета до першого снежня. Даречи, областные советы депутатов смогут додатково накеровать сродки мясцовых бюджетов на проведение мероприемства у сферы занятости населенства на территориях с напруженной ситуацией на рынку прац. В настоящее время во всех районах сейчас создаются эти комиссии, которые, как правило, будут возглавлять председатель городского либо районного совета депутатов. В эту комиссию будут входить депутаты всех уровней, специалисты различных служб, а также юристы. Полномочия у этой комиссии широкие, но в то же время главная их цель работы в первую очередь это трудоустройство граждан. Речь идет о трудоустройстве как на имеющиеся рабочие места, так и на вновь создаваемые. Совет министра увызначил парадок однесения процоздольных грамадян да незанятых у экономицы. Гэта инвалиды, матья, які выховывают дятей до семи годов, неполнолетних дитя инвалидов, троих и больш дятей до 18 годов, пенсионеры, оформленные у якости беспрац. А так само ты, кто позбавился работы по уважливых причинах на протягу полгода, сдаты звольнення и некоторые иншые категории. Сегодня у Гомели пройшел митинг, присвеченный Международному дню вызволения вязня у фашистских концентрационных лагеров. На площадке Паустанне собрались люди, которые на себе отчули жах концлагеров, представники ветеранских организаций и молодь. Усяго за годы войны с 18 миллионов вязня было знищено 11 миллионов. Сетка карных установ была организована и на территории нашей краины. У Гомели таки лагерь размещался на площадке Паустанне. Тут у жудостных покуток спынилось житё 100 тысяч человек. Те, над кем взлитого уся лёс и зараз не могут забыть пирожитое. Хэта той боли и кинеколи не отступая. Мы пришли сюда, чтобы почтить память тех, кто сегодня не может встретить День Победы, кто не может жить с такой красивой мирной жизнью. Мы сегодня благодарны всем людям и организациям, которые создали союзы, общество, помогающее нам, узникам, сегодня быть как бы на плаву этой жизни. И во-вторых, чтобы наша жизнь, которую мы прожили, явилась уроком мужества и патриотизма для всех остальных людей. Зараз у Гомели живе каля 450 былых малолетних вязнял. Протягиваем выпуск. На Гомельщине проводят месячники по доброупарадкованне. У разных районных их термены могут крыху адрозниваться, але задача усюды одзинае – навести парадок на земли. При этом размова дзя не только об вывозе смети, якое засталося после зимы, але и посадках новых древ и кветок. На прикладе Гомеле ситуация ознайомился Олег Сенсерову. «Червоный гвоздик» – буйнейшее предприемство по доброупарадкованне и озеленение областного центра. Минавита город заявляется основным заказчиком древ и кветок, якие тут выросшиваются. На долю городских организаций приходится всего около 3% от агульных объемов. Правда, непосредных гвоздиков тут не вельми шмат. Радовать гомельчан, все лето будут петунии и бегонии. Сколькость этих растений у тяплицах предприемства увеличивается десятками тысяч. За экзотичного остеосперму, вядомая шея Капский рамонок, по час месячника по доброупарадкованне, гэтую кветку на городских улицах все лето посадить у першиню. Первый раз мы посадили их в прошлом году. Как показал прошлогодний опыт, они очень приспособлены. Цветут до самых морозов. Как посадили, зацвели и будут цвести, цвести, цвести и давать новые цветки постоянно. Прекрасно себя зарекомендовали у нас. На предприемстве «Червоный гвоздик» кажут, что им кнутся сноси рослины, которые будут отчувать себя у туль на нагомских улицах. По этой причине Берозу со список перспективных выключили уже некольких годов тому. Проблемными оказались и каштаны, які сейчас охвареют, причем методик эффективного их лечения у свете пакуль нема. Не вельми удалым оказался так самый эксперимент с посадкой на Головной Гомельской улицы Рабиней. По сутности, это полдневая акация. Высокие летние температуры, и она вытремливая неадренна, а ле низкие зимовые могут привести до гибели рослины. Не вельми добра у гордия чувать себе дубы, хоть минавито дуб зараз заявляется самым старым древом областного центра. Гэты дуб – самое старое древо у Гомеля, яку взросл не меньше 200 гадов. По сутности, дуб – волос не просто частка городского ландшафта, гэта яку история. Древо помник знаходится на территории Гомельского паласово-паркового ансамбля. Сегодня-то основный упор тут будет зроблен на выросшивание кветок. Самой першей распустилась эрыка, кветнете она почала еще под снегом. Гэты росли на дарече, относятся даже ликтовых. Яны росли на земле еще 3 миллионы годов тому. Вогули на протягу года у парку можно будет убачить коля 230 тысяч кветок. Практично до морозов розные виды будут изменять один одного. Традиционно уже у нас заведено, что наш парк будет встречать гостей наших цветением луковичных растений. Они подобраны в большом количестве, начиная от крокусов, это самые мелкие такие луковичные, и до крупных тюльпанов пионовидных. Олег Семчаров, Вадир Игорь Панько, телерадио компания «Гомель». Худка рада уница. Люди поедут на могилки, каб ушановать память своих близких. Территория, не которых место у пахования, знаходятся у зонах отчужения. Об правилах, яке яснуют для их наведывания, размавлялись сёння подчас программы «Открытая студия» на радио «Гомель плюс». Гостем эфиру стал перший наместник начальника администрации зон отчужения и отселения Алексей Соломяйчук. И он нагадал, что при наведывании могилок забороняется вывоз любых речу с гэтых территорий. Так само треба корыстаться охотными пальчатками, ботами, изменным аденнем. А кроме того, на контрольно-пропускных пунктах будет житявляться нагляд за уездами-выездом. Тому необходно меть про сабе пашпарты и документы на аутотранспортные сродки. В 2018 году беспропускной режим посещения кладбищ на территориях радиоактивного загрязнения будет открыт с 15 по 17 апреля и дополнительно на территории Брахинского, Наравлянского и Хунинского районах ещё и 14 апреля. В остальные дни для посещения таких территорий требуется получение пропусков в администрации зоны отчуждения и отселения либо у специалиста на районе, либо в городе Гоме или по адресу проспект Ленина, 10, кабинет 11.11. У минулым годзе зоны отчужения и отселения на Радовницу наведала коля 15 тысяч человек. У Чачерску сёння вызначали першага выратовальника. Супрацовники Гомельского областного управления МНС провяли у райцентры в уличный квест по надзвычайных ситуациях. Даудзелу им были запрошены мясцовые жихары. Подробязности гульнявой профилактики у нашим наступным материале. Пляцовкой для проведения квеста стала центральная площа Чачерска. Для притягнения уваги тут поставили спецтехнику и пять гульнявых пунктов. У сторонцы с хваляванием чакают с початку удильники. Яны не ведаются данью загадя. Однако тут достатково володать простыми правилами безопасности. Проект «Перший выратовальник» – это та же профилактика надзвычайных ситуаций только в креативной форме. Нестандартным подыходом выратовальники спробуют утлумашить громадянам с группой «Рызыки» важность ведания простых истин. Совместно со всеми заинтересованными субъектами профилактики проводится, отрабатывается именно акция, направленная на обращение внимания к гибели людей не только на пожарах, но и в целом от внешних причин. Пять этапов необходимо пройти на худкость. Для початку потелефоновать выратовальникам и правильно звернуться за допомогой. Далее по сценарии разбивается градусник, сгорается электрочайник и сметти. С каждой задачей удильники справляются оперативно и без помылок. Наприконце квеста самая видовышная пляцовка. Тут необходимо эвакуироваться с задымленного помешкания. На финише у якости узнагороды – стакан молока. Мы все-таки такая команда, что вот зашли в задымленное помещение, вот так уцепились и потеряли нашу землю. Она уже побежала молоко наливать. И поэтому мы ее искали еще там. Мы же друга не могли бросить. Поэтому выскочили весело. Она уже нас ждет здесь уже со стаканчиками молока. Проверали веды правил оповоденного при надзвучайных ситуациях студенты Белорусского державного университета транспорта. Улику надзиральников – ветераны выратовальной службы. Грубых помылок при прохождении квеста никто не зауважил. Символичные подарунки достались всем удельникам. Данное мероприятие позволяет людям столкнуться с некоторыми ситуациями в учебном процессе, а не наяву, что безопасно в принципе и позволяют отработать эти навыки до автоматизма, чтобы в чрезвычайной ситуации вести себя правильно. После завершения основной программы пройти квест довелось и наученцам местовых школ. Плюс до всякого для них особенно разгорнули программу под назвой «Пять кроков выратования». Школьникам пропоновали отработать навыки у використанні першесных средств пожаротушения, виклику службы выратования и деянию випадку надзвучайной ситуации. Евгения Кухаронак, Василь Асипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Чачарска. У Гомелі распачался юбилейный 15-й городский великодный фестиваль. Концертную программу у областным драматичным театры привитальным словом открыв архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан. И он подкресил, что фестиваль – это саправдное свято веры, у яким может принять удел любой жадающий. И оно объединяет жахару города одной духовной темой у воскресения Христова. На протягу вечера глядача урадовали свою творчостью лепшие аматорские и профессийные коллективы Гомеля. Мы были созданы при соборе Петра и Павла, при воскресной школе собора. Это было 25 лет назад. Мы пели когда-то только какой-то тропарь или какой-то конда к празднику, к Рождеству. Теперь у нас уже постепенно вырастали участники хора, мужали. И теперь у нас уже смешанный коллектив, где присутствуют девушки и парни. И, в общем-то, присутствуют люди разных профессий. Фестиваль протягнется до конца мая. Каля сотни мероприемств учекают хамельчану в эти дни. В середине их паломницкие поездки и экскурсии до культурных исторических помников и православных святынях. Так само у программе – книжные выставы, доброчинные акции, сустречи духовенства с молодью, майстер-классы и семинары. И еще одно из мероприемствов у рамках городского фестиваля. Святочная выстава под названием «Великодный сувенир» открылась у Центральной городской библиотеки Мягерцена. Тут представлены творческие работы выхованцев областного палаца творчества детей и молодей, цацки, кветковые композиции, выработки техницы декупаж, ляльки и паштовки ручной работы. Может быть, они не совсем профессиональные, но они сделаны с теплом, добром и вложили всю свою душу в то, чтобы поделиться с мамами, с жителями города, и чтобы другие дети из других школ увидели сегодня их творчество. У экспозиции так само редкие великодные паштовки конца 19-го, початку 20-го стагодзеу. У те часы паштовые картки займали важное место в мастацким выховании и освете людей. И разом с тем свободно подорожничали Украине и за ее межами. Весна открывает сезон круиза у Беларуси. 28-го красавика с Бреста у шлях Параце отправится теплоход «Белая Русь». Протяглась маршруту под назвой «Жамчужина-Палесся» свыше 520 километров. Плануется, что у Мазыр теплоход прибуде 5 мая. Теплоход «Белая Русь» побудованы у 2016-м годе на судно-будовничном заводе у Пинску. Его параметры – три палубы, да ужиня 50 метров, шириня 7. Ход кастеруху каля 15 километров за годину. Гэта першые пакуля-1 и круизный теплоход у нашей краине. 16 кают примают на борт да 39 пассажиров. У минулым годзе теплоход выканау 22 рейсы по маршруте «Брест-Мазыр» и у адваротным на керунку. У новым сезоні 2018 заплановано 26 отправленьев. Дрэч, на першый рейс с «Брест-Мазыр» усе квитки продадзіны. Гэта, а так сама іншая новіны, вы можете знайсці на нашым сайце у интернете па адрэсі www.tvrgomil.by. Далей у эфіры «Де факта» и спортивные аглята. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і до новых сустрэчжу эфіры. Дякую за перегляд! Запрещеная к перемещению на территории Евразийского экономического союза зелья была бережно упакована в маленькие тубусы, запаянные с обоих концов. Находились они в личных вещах 31-летнего пассажира, который был задержан в пункте пропуска «Новая Гута». На суде свою вину обвиняемый признал, сообщив, что коноплю он собрал на пустырях в Житомирской области Украины. В Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили телесные повреждения. Одно из них произошло в Жлобине. Там водитель автомобиля «Мазда» на перекрестке не пропустил мотоциклиста. 10 апреля примерно в 16.00 30-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь по улице Полевая города Жлобина со стороны улицы Ковалева в направлении улицы Первомайская, при осуществлении маневра поворот налево не предоставил преимущества, не убедился в безопасности своего движения и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 28-летнего водителя, который двигался во встречном направлении со стороны улицы Шоссейная, по улице Полевая. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 641 нарушение правил дорожного движения. Из них 8 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 14 сели за руль без прав. В рабстве кольца ельские спасатели помогли жительнице райцентра снять ювелирные украшения, спровоцировавшие отек пальца. Работники ельского районного подразделения МЧС выезжали в частный дом в микрорайоне Фабричный. У 40-летней жительницы на безымянном пальце правой руки были надеты два кольца и снять их самостоятельно она не могла. Спасателями при помощи специального оборудования и капроновой нити кольца были сняты. Состояние женщины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Останет противостояние первой и четвертой команд чемпионата. Гомельский ВРЗ на своем паркете примет Виттен из Орши. Команда из Светлогорска дома сразится с одним из лидеров первенства минской столицей. Агрокомбинат Южный играть будет также дома. Свой матч они проведут против девятой команды чемпионата Гранита из Микошевич. Ну а еще одна гомельская команда БЧ отправится на выезд в Щучин, где сразится с местным клубом. В эти дни в Гомеле проходит открытое первенство области по современному пятиборью. Всего заявлено около 120 спортсменов, которые соревнуются в шести возрастных категориях. Нужно отметить, что самые младшие спортсмены соревнуются лишь в двух видах программы. Это бег и плавание. Ребята 2002-2003 годов рождения выявляют лучших в плавании и комбинированном беге со стрельбой. Спортсменам 2000 года рождения и моложе к вышеупомянутым видам добавляют фехтование. Ну а самым старшим участникам предлагают посоревноваться в полной программе современного пятиборья. Для старших это идет как подготовительный старт и просмотр готовности к основным стартам. У нас через месяц будет первенство Республики Соединеров. Мы, как говорится, активно готовимся к этому старту, к этим соревнованиям. А остальные группы, тут идет просмотр перспективных детей для набора в учреждение Олимпийского резерва и старшие группы. В эти дни проходит очередной тур хоккейного турнира развития. Жлобинский «Металлург» этим вечером гостит у хоккеистов «Динамо» из Молодечно. Столевары наверняка отправились на игру в приподнятом настроении. Новым главкомом «Металлурга» назначен Александр Полищук, который, к слову, в качестве игрока успел выиграть чемпионат и Кубок страны в составе Гомеля. А вот гомельские хоккеисты свой гостевой матч уже провели. На выезде со счетом 1-7 была повержена команда БФСО «Динамо». По дублю на счету Евгения Соломонова и Дениса Зайчика. По одному разу в нашей команде отличились Хузеев, Колосов и Нестеров. Примечательно, что на счету нашего галкипера Игоря Брекуна две результативные передачи. У хозяев отличился Федор Пышкайло. Гомель продолжает возглавлять таблицу турнира развития «Жлобинский металлург» на третьей строке. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok